Все, я отправляю на плиту на полную мощность, газ зажигаю. Ой, Алексей ног что ли поточил, так хорошо режет. Закрываю крышкой. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем огромный привет, мои дорогие и любимые, самые лучшие подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, ароматный салат. Грибы по-корейски. Как и любой корейский салат, этот салат в нашей семье уходит на ура. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие грибы по-корейски. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшие грибы по-корейски, нам потребуются, конечно же, грибы. Здесь у меня ровно 500 грамм шампиньонов, вот такие. Шампиньоны я уже помыла и полностью слила воду. Одна морковка моя вышла на 140 граммов. Одна луковица моя получилась на 160 грамм. И огромное количество специй. Из специй я возьму пол чайной ложки соли, пол чайной ложки черного перца, пол чайной ложки острого красного перца, пол чайной ложки паприки, одна чайная ложка кориандра, 20 грамм сахара или 1 столовая ложка без горки, 20 миллилитров 9% столового уксуса и 20 миллилитров растительного масла. А также нам потребуется зелень по вкусу, какую любите, такую можете и положить. Идеально сюда подойдет кинза, у меня сегодня оказалась петрушка, я беру 15 грамм петрушки здесь у меня. А также 3 зубчика чеснока, мои вышли общим весом на 12 грамм и 3 листика лаврового листа. Для начала нам необходимо отварить шампиньоны, но поскольку у меня шампиньоны довольно крупные, посмотрите, то я их буду резать пополам. Сейчас специи все уберу в сторону. Так, шампиньоны, как я уже сказала, режу пополам. Можно в принципе и на 4 части, но после варки шампиньоны, имейте в виду, что еще уменьшатся в объеме, поэтому сильно мельчишить их тоже не нужно. Если шампиньоны не очень крупные, то можно оставить прям целиком их. Грибы я нарезала, вот такое количество у меня получилось. Далее беру сотейник с небольшим количеством фильтрованной воды. Да, забыла сказать, что соль и нам еще потребуется для варки грибов. Я кладу 2 чайные ложки, вы кладите по вкусу. Соль это такая вещь, которая исключительно индивидуально кладется во все блюда. Значит, отправляю в эту воду шампиньоны. Три лавровых листика также отправляю вот так внутрь. Если грибы полностью не покрыты, ничего страшного, они еще уменьшатся в объеме, сами пустят сок и они будут полностью погружены в воду. Все, и отправляю на плиту на полную мощность, газ зажигаю. Как только грибы закипят, буду варить 10 минут. Пока у меня варятся грибы, я займусь остальными ингредиентами. Морковку я натираю на терке для корейской морковки. Вот так прям терку устанавливаю внутрь чашки и натираю. Вот такая стружка получается. Морковь я натерла, пока убираю в сторону. Далее лук. Лук просто мелко нарезаю полукольцами. Сперва пополам, а затем тонкими полукольцами. Ой, Алексей, нож что ли потачил, так хорошо режет. Лук я нарезала, также отправляю в чашку с морковью. И теперь морковь и лук мне необходимо посолить и посахарить. 20 грамм сахара отправляю. И пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю. Морковь и лук я хорошо перемешала, пока убираю в сторону. Также мне необходимо нарезать мелко зелень. Зелень также нарезана. Пока убираю в сторону, она будет ждать своего часа. Ждем, когда отварятся грибы. Итак, друзья, грибы у меня закипели. Я газ уменьшила до среднего, у меня на шестерке. И закрыла крышкой. Смотрите, чтобы грибы не перекипели и у вас наружу не вылилась вода. Маленькую щель оставляю между крышкой и сотейником, чтобы грибы кипели. На шестерке будут кипеть у меня теперь 10 минут. Итак, друзья, прошло ровно 10 минут. Отключаю газ. И теперь грибы мне необходимо откинуть на дуршлаг. Все, грибы на дуршлаг откинула. Теперь им необходимо полностью остыть. Я убираю в прохладное место, чтобы этот процесс ускорить. Итак, грибы уже у меня остыли. Лавровый лист отсюда, конечно же, убираю. И пока в сторону. Беру сотейник. Сотейник насухо прям вытерла. И отправляю в него 50 миллилитров растительного масла. Масло отправляю на плиту. Его необходимо очень хорошо прогреть. Тем временем, пока греется масло, беру морковь с луком. И делаю здесь вот так углубление. В салатник отправляю специи. Одна чайная ложка кориандра. Пол чайной ложки паприки. Пол чайной ложки острого перца. И пол чайной ложки черного перца. Все, жду, когда прогреется масло. Итак, масло у меня очень хорошо прогрелось. Такой прям сильный очень жар около сотейника. Теперь этим маслом заливаю специи. Вот так. И перемешиваю. Когда заливаете кипящим маслом специи, тогда они больше дают аромата. И паприка с красным перцем тоже дают больше цвета, чем, если бы их не заливали. Так, все вот так перемешиваю. Теперь в салатник отправляю грибы остывшие. 20 мл 9% столового уксуса и 3 зубчика чеснока. Выдавливаю через чеснокодавку. Также отправляю к салату зелень. И все хорошо перемешиваю. Все, друзья, салат готов. Посмотрите, вот такой аппетитный. Мы уже с Алексеем попробовали. Это объедение. Как и любому корейскому салату, конечно же, ему необходимо настояться. Поэтому убираю салат в контейнер. Закрываю крышкой и убираю в холодильник на ночь. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень ароматный салат по-корейски из грибов. Очень вкусный. Всем рекомендую. Я всех приглашаю на наш мукбанк-канал пробовать эту вкуснятину. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok